Девушки отдыхают Уже Илья Варламов написал об установке ограждения в парке у цирка Администрация, кстати, тоже вчера вечером разродилась пресс-релизом, но поговорим об этом во второй части После 12 часов мы будем с администрацией связываться и с кировскими общественниками, активистами, журналистами Будем говорить, зачем все это надо Суперпроблема, конечно Есть более серьезные вопросы Совершенно верно, о них мы будем говорить в первом части с нашими гостями Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Юрий Львович, добрый день И Константин Сечихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Здравствуйте Добрый, добрый день 2 июня было заседание группы И несколько вопросов, включая светофор Тот самый, который при повороте на Большую Субботику Да, это Юрий Львович, ваш округ, насколько я помню Да, и занимается почти полтора года этим светофором Тот самый светофор, почему тот самый? Тот самый светофор, о котором мы говорим уже не первый раз Он создает проблемы и пробки большие там как раз в сторону Слободского, в сторону кладбища Кто едет, кто на даче едет в ту сторону Я просто не езжу там, поэтому Да, там серьезные проблемы Очередное решение комиссии, наверное, все же позволит нам сдвинуть с мертвой точки этот вопрос Хорошо, но мы сначала все-таки о ремонте дорог поговорим А потом уже, наверное, про светофор Основные темы, которые на заседании поднимались Константин, наверное, нам озвучит Да, основные темы, которые мы обсуждали Это, конечно, реализация национального проекта Безопасной качественности автомобильной дороги в этом году, в 2020 Также мы подводили итоги в рамках того анализа, который проводила рабочая группа По 2019 году тоже в рамках национального проекта Конечно, обсуждались текущие вопросы Это вопрос, связанный с федеральной автомобильной дорогой Участок в районе Белой Холницы И в районе Амутницка Потому что дорога была в очень ужасном состоянии И сегодняшний день силами подрядчиков ФГУ Прикамья Дорога практически в проезжем состоянии восстановлена Сейчас идут ремонты, связанные с гарантийными обязательствами А также ведутся ремонты уже в рамках тех контрактов, которые запланированы в 2020 году То есть можно ехать уже туда? Ну, конечно, вот сейчас, например... Ну, осторожно Ну, конечно, не все идеально, как хотелось бы Но на сегодняшний день уже скорость движения транспорта Можно сказать, вот, например, если ездили до Афанасьева за 4,5 часа То сейчас, как мне рассказывают, уже пытаются доезжать там за 2,5, за 3 часа То скорость движения практически до Афанасьева на час улучшилась Уже меньше жалоб со стороны Амутнинской идут Да, по крайней мере, дорогу восстанавливают Я думаю, что за этот летний сезон дорожный Ее приведут, опять же, в нормативное состояние Только как она простоит в летний сезон Да, вопрос в том, в какие сроки это сделают Да, и не окажется ли так, что под снег ее приведут в нормативное состояние Нет, ее приведут раньше, не в этом вопрос Вопрос к самому состоянию автомобильной дороги Подушка Самому полотну, да, как бы мы этот вопрос поднимали Надеемся, что со стороны Росавтодора будет, ну, как бы, пристальное внимание к этой дороге И будут дополнительные денежные средства выделяться на Кировскую область В рамках федеральных автомобильных дорог Потому что состояние ее, именно в том, в котором она была принята, в Росавтодор Ну, все понимают, что БКД это не капитальный ремонт дороги Это только проведение в нормативное состояние Близкое к нормативному состоянию А капитальный ремонт дороги, совсем другие статьи расходов и затраты другого порядка И денег на это сейчас нет Ну, если заниматься этим вопросом, наверное, появится Да, конечно, появится И очень важный вопрос, который на сегодняшний день мы озвучивали Это выделение порядка 180 миллионов рублей из бюджета области На реконструкцию автомобильной дороги советский трак по Сегово-Стрижи Если кто знает, там такая есть параллельная дорожка Основному направлению через аэропорт Как бы у нас по эту сторону есть дорога А есть другая дорожка, такая небольшая Она по другой стороне железной дороги Через по Сегово, в сторону Стрежи В том году было озвучено Министерством транспорта, что выделят на нее дополнительное финансирование Дополнительное финансирование выделено из бюджета Это порядка 180 миллионов рублей Но возникли проблемы с проектом, как я понимаю Конечно, у нас без этого никак У нас же не могут по-нормальному все делать У нас одно дело, говорят, денег нет А когда деньги есть, все равно возникают проблемы И на сегодняшний день возникли большие проблемы с проектом Проектная организация, которая взялась за работу еще в феврале месяце До сих пор проект не сдали Заказчику Кирово-Чепецкому району Поэтому мы этот вопрос ставили практически основным на повестку Глава района присутствует В чем проблема там? Проблема на сегодняшний день В сроках? Нет, у исполнителя В чем проблема? У исполнителя проект Да, он выходит на связь На сегодняшний день проект находится в госэкспертизе Проект там немножко подзастрял Процесс витерный Прохождение госэкспертизы Это процесс не быстрый, это порядка месяца А то и больше занимает А на дворе июль? Ну, пока не выделяли средства, нельзя было заказать проект Тут все связано, как обычно у нас бывает Если бы были свободные средства, район мог бы заказать предварительно, зная, что он получит деньги Проект, и все шло бы, конечно, совсем по-другому А в итоге на сегодняшний день проект Ну, во-первых, еще только-только готовится проект Когда торгуют именно ремонт Это не раньше августа месяца А что такое август месяц? Это уже практически окончание Ремонтного сезона Да, ремонтного сезона И поэтому у рабочей группы возникли большие опасения А сделает ли какой-либо подрядчик Если даже он выиграет этот лот До конца этого года Понятно, что мы понимаем из нашего опыта Из нашей практики на сегодняшний день Что никто не реально это сделать Тот объем, который требуется Хотя глава района Кирилл Чапецкого У нас уверял, что не переживайте Мы все сделаем Нам тоже денег откажется Да, такое чувство, как он сам уже все запланировал Уже у него все готово И уже есть кто будет делать И какими... Хотя мы предлагали поэтапно разбить ремонт Да, и с нашей стороны Сейчас на Министерство транспорта После обсуждения, опять же, рабочей группы Ушло письмо С просьбой предусмотреть в рамках Опять же, пока контракт не торговали Предусмотреть поэтапное строительство Выполнение данной автомобильной дороги Потому что деньги выделены из регионального бюджета А не из федерального Поэтому эти деньги можно пере... То есть их не нужно будет никуда возвращать Да, их можно будет перезачесть на следующий год Да, их можно будет перезачесть Как бы на следующий год И, например, по примеру Опять же, как в Кирео-Чепецке Сейчас делают улицу Братни-Воснецовых Она отторгована порядка на полтора года контракт То есть здесь можно отторговать контракт Примерно так же на полтора года Чтобы мы с вами не наблюдали Как у нас там снег Опять будут укладывать асфальт Опять будут винить сроки Опять будут винить еще кого-то Желательно, чтобы на эти деньги сделали все качественно В Киров, наверное, переместимся Насколько я понимаю Треть объектов по БКД уже задана Да, треть объектов задана Сегодня сдают порядка трех улиц Уже в 11 часов приемка происходит в городе Пока на сегодняшний день С учетом хорошей погоды Я так это считаю Этапы подрядчиками выполняются Ну, достаточно интенсивно Достаточно хорошо, достаточно интенсивно Юрий Львович, не надо соврать Он практически на каждый объект Старается выезжать по приемке Смотреть Больших нареканий нет Есть, конечно, точечные моменты И, притом, к сожалению, не систематические эти моменты Все то же самое? Все то же самое, да Это съезды Обработка швов Разбитые бордюры Новые Сколы То есть их замазывают И это так мы наблюдаем Не на одном участке Ну, про колодцы я уже не буду говорить Это совсем больной вопрос Потому что нормальной технологии И оборудования для подъема колец У нас так и не появилось Ну, даже если будем говорить о том, что мы Замер для пробы асфальтового покрытия Берем все еще дедовским методом Используя Да, была Альтернатива есть? Есть, конечно Была приобретена под нашим давлением Специальная бурилка с алмазным буром Так, и где она? Ну, ее осенью запилили Как говорят В смысле, испортили? Ответ Не, не испортили Ну, износилась рабочая часть Головка износилась Так Их надо купить Новую А денег нету Ну, это такие разговоры ведутся Потому что непонятно, почему Это не совсем не самое дорогое При тех миллиардных объемах Которые осваивают Смешно Может, не заложена она была? Мне больше, кажется, не захотели было Не захотели? А этот механизм как работает? Он не допускает, чтобы потом полотно разрушалось? Или как что там? Не, он умеет сейчас Это же объем вот Или диаметром вынимается Или Или квадратиком Кубиком Да, кубиком Нарушая там размеры часто бывает Потом их заделывать Или вот эту поверхность большую надо заделывать Или специальные Или маленькое отверстие, да Мы будем на паузу уходить? Ну, давай уйдем на перерыв, да, сейчас И вернемся через минутку Продолжаем дневной разворот Обсуждаем заседание рабочей группы По ремонту дорог По контролю за ремонтом дорог Которая состоялась 2 июня Константин Сечехин и Юрий Шлеминзон в нашей студии Вы говорите, что не хочется больше говорить про люки Но, тем не менее, в повестке у вас все равно этот вопрос был Ну да, мы обсуждали Средо болезненный вопрос Это вот улица Труда, всем известная Там выполнение гарантийных обязательств под большим вопросом Придется, скорее всего, муниципалитету После судебных решений Иначе они раньше начать не могут этот процесс За собственные средства проводить Восстановление того, чего наделали предыдущие исполнительные работы У нас совсем большая проблема По поводу гарантийных Выполнений гарантийных обязательств В городе Кирове А администрация уверяет, что нет проблем Этим вопросом занимаются Реально занимаются И есть план Но сроки почему-то этого плана Они постоянно оттягиваются Уже 20 июня Было сначала до 31 мая Что все подрядчики должны выполнить Все свои гарантийные обязательства Потом это перенесли на 16 30 июня Сейчас уже на 20 июня 30 июня на заседании Думы должны отчитаться По этому вопросу будем А я правильно понимаю, что те подрядчики Которые должны выполнять гарантийные обязательства Они ведь параллельно еще, наверное, что-то где-то делают Ну, учитывая, что это, как правило, все те же подрядчики Те, которые делают, слава богу, они это сделают Есть такие подрядчики, которые растворились А много, кстати, таких, кто растворился? Да нет, не очень много Нет, их не очень много Болезийные места, где их не работают Где? Ну, вот участки можем какие-то привезти в качестве улицы Труда? У нас болезненных участков-то очень немало У нас там Киров, Русская 166 и 199 АТП на сегодняшний день не заходит на этот участок Ну, понятно, что они пытались в связи с пандемией коронавируса Они пытались оттянуть этот вопрос с различными письмами, да? Но сейчас, по крайней мере, я надеюсь, что в ближайший там июнь-июль Они приедут и будут выполнять свои... Либо наймут кого-то, кто будет выполнять эти гарантийные обязательства Если брать участки там улицы Свободы, улицы Труда Как бы улиц-то хватает У нас больше... Даже уличную разметку, вспомните, должны приступить Ну да, которые слезло Больше ста участков Помогайте нам пока Больше ста участков, которые требуют гарантий... 166, если я называюсь Да, требуют гарантийных обязательств Это участки, а не километры Я поняла, да Но мы сейчас попросили еще нам эти участки расписать в километры Чтобы понимать, как бы, о сколько... О чем речь идет О каком протяжении... Объеме Объем работы Да, потому что одно дело сказать участок А этот участок может на протяжении по улице идти Который требует гарантийных обязательств Поэтому мы сейчас попросили в ДПИ Маленько нам цифры, участки перевести в километры Да, Юрий Львович Ну, еще дополню Проблема в том, что у нас есть по БКД Мы должны определенный процент дорожного покрытия Которое должно быть в нормативе Мы только выходим на определенную цифру Потом появляется 166 участков И как расценивать? Это нормативная или ненормативная? А по документам она сбрасывается или нет, эта цифра? Да никуда Она не сбрасывается Что она постоянно плюсуется Несмотря на то, что предыдущие участки из строя выходят А участки-то уже не находятся в реальном нормативном состоянии Нам надо понять, какой процент дорожного покрытия Уже не в нормативном, чтобы закладывать в бюджете средства 160 с лишним участков Это по большей части участки каких-то годов 17-го и 16-го не вновили Ну, у нас всего 3 года гарантии Нет, у нас 4 года гарантии Нет, может быть из них 100, а прошлогодний Ну, нет, конечно, конечно Преобладают участки 16-й год Понятно, что участки, связанные там с ремонтом 19-го, они практически все стоят Они еще выжили Да, они еще выжили Потому что не хотелось бы, чтобы дорога на следующий год Ну, где не вмешался водоканал и КТК? У нас есть такой еще очень огромный больной вопрос Ресурсники, да, раскопки Ресурсники, которые практически не несут ответственности за выполнение работы За выполнение своих-то работы не несут ответственности Я говорю, касающиеся дорожного покрытия Потому что отвечает у них субподрядчик И приходится городской администрации работать не с ресурсными организациями А с подрядчиками, которые выполняли работы Но мы думаем, что положение по этому должно измениться Вопросу Когда? Ну, над этим работают в администрации Чтобы изменить положение ответственности То есть постановление специально будет готовиться Попытаются Но сроки-то известны, Юрий Львович, или нет? Это в этом году появится? Ну, это в этом году, да Администрация работает, это такое У вас тяжелое очень понятие У нас есть сложность юридически Это не все так просто произвести Но мы надеемся, что все же уже с 2021 года Именно ресурсники будут отвечать за сохранение вот этих мест, где проходили работы Ну, то есть это действительно большая проблема, напомню слушателям, да? Потому что есть у нас в городе участки, где было сделано новое дорожное покрытие А потом случается, например, какая-то авария или плановый какой-то ремонт Все это раскапывается Вся беда в том, что у нас практически все 100% места имеют просадку Там от 5 до 20 сантиметров Нет поверхностей, которые остались через 6 месяцев после работы В том состоянии, в котором должны быть Вот в этом проблема И в отношении ресурсников к тем работам, которые они выполняют Если мы с вами наблюдаем, опять же, элементарный пример Улица Милицейская, да, в районе между Октябрьским проспектом Даже между Денидяево, получается И Карл Липников Мой любимый участок Там сейчас пол улицы перегорожены В том году практически все лето копали, копали, копали В итоге все это в зиму оставили С какого-то перепуга им теруправление опять продлевает ордер на земельные работы И опять на все лето уже 20-го И сейчас они только спустя После обращения нашего, я так отчасти считаю, обращения в прокуратуру районную Вот сейчас мы наблюдаем Наконец-то они стали восстанавливать тот участок в данном районе Ну и опять же копают И сколько они там будут копать Потому что ордер он не выдан У них до конца лета, по-моему, до конца августа Да, у них ордер опять выдан на большой промежуток времени Вот это опять же такое отношение теруправлений К тем участкам, за которые они заведуют Только по той причине, что почему они им продлевают Не на месяц, не на неделю, да, этот ордер Дали будут жесткие сроки И они в жесткие сроки должны уложиться А они им делают там послабление на несколько месяцев Вот эти несколько месяцев Теруправление как-то объясняется Большевиков Степана Халтурина Там два места, где раскопки были Одно сделали место, второе бросили Одним слоем прикрыли Там перепад высот сантиметров 5-6 И оставлено, даже знаки сейчас убрали Притом занимающих большую площадь на перекрестке получается Мы сейчас опять же со своей стороны обратились в администрацию На новую уже главу администрации города Наосипова, Дмитрий По поводу как раз разобраться в этой ситуации Разобраться с теруправлениями Потому что это полномочия теруправления по продлению ордеров Именно на земляные работы Все-таки разобраться, почему такое происходит в городе И почему люди должны ездить по новым дорогам Но с этими неприятными последствиями Связанными с работой ресурсно-снабжающей организации А пока мы не разберемся Чтобы мы все понимали У нас КТК будет копать еще не год, не два, не три А десятилетия И вот еще самая большая проблема-то в том Что разрешение на земляные работы Выдается не ресурсникам, вот когда заделка идет А подрядной организации А вот этой подрядной организации Чем грозит, если она не уложится в этот срок? Ну, ее ничем не... Ну, грозит, а у них есть договорные отношения с ресурсниками Срок очень длинный Нет, что мешает руководению на короткий срок Разрешение дается не ресурсникам А дается исполнителям работы Дарья спрашивает про то Нельзя ли сделать так, чтобы изначально Разрешение выдавалось на короткий срок А потом, если по каким-то объективным Уважительным причинам не успели Это разрешение продлевалось каким-то образом Вот мы про это и говорим сейчас Об этом речи идет Почему? Оно не дается сразу на гигантский срок? Нет, конечно Ну, вот с милицейской-то там история Ну, по крайней мере, из практики Никому еще не давали там на неделю, ни на два В среднем дают всем от месяца Ну, сколько запрашивают, столько и дают Да, в среднем дают от месяца и больше Там есть ограничения работ Это май месяц, апрель месяц и октябрь месяц Остальное время нельзя делать А с этого периода Слушайте, а у меня знаете какой вопрос? У нас ведь давно, как только вот БКД заходило в Кировскую область Вот этот проект, как только начинался Говорил ведь губернатор о том, что с участки, на которых должны быть крупные какие-то вот работы Они будут согласовываться с планом графика БКД Это делается на самом деле Проверывание заранее сейчас по объектам строительства Но опять же выпадают вот как раз вот эти аварийные участки, которые на сегодняшний день есть Ну, не предскажешь, где это произойдет Ну и плюс, если мы берем опять же концессию теплооснабжающей компании на сегодняшний момент То она подписана в том году, а дороги начали делать с 16-го То практически все те дороги, которые до 19-го ремонтировали Они все равно где-то как-то попадут сейчас в плановый ремонт в рамках концессионного соглашения И вот хотелось бы, чтобы ресурсники к этому ремонту, именно к восстановлению дорожного покрытия Относились более качественно, относились другим понятием, как это было раньше Потому что, видать, раньше их не так сильно заставляли И мы будем на этом настаивать постоянно Сейчас городская дума будет заниматься Вот мы вчера решали вопрос о контроле по концессионному соглашению То есть депутаты будут выезжать сейчас систематически на места работ, контролировать Но я думаю, что и места работ, которые надо восстановить, будут также взяты под контроль Думай А депутаты каждый в своем округе это будет контролировать? Или у вас комиссия есть, которая выезжает? Есть комиссия, есть депутаты, которые в округе работают Они всегда приезжают А депутатам пожаловаться можно? Депутатам всегда можно пожаловаться Да, да, да Телефоны есть на сайте, я так понимаю, да? На сайте городской думы есть контактные телефоны каждого депутата Пожалуйста, ищите, вспоминайте, за кого голосовали Потому что скоро выборы опять же И вперед Ну еще не очень скоро, еще два года Я знаю, что я получаю в месяц порядка от 15 до 28-27 вращений Это по вашему округу или не только? Нет, не только Ну не по округу не так много, там может 2-3, сны по округу Понятно Двигаемся дальше тогда? Да К субботихе, что там со светофором, с этим? А это разворотный круг, вот этот, который в опытном пилоте Нет, нет, это не тот Разворотный круг, это разворотный Не разворот, вы видите, круговое движение Светофор-то после него же, да? После него, да Круговое движение Но это все связки работает Да, это так-то все работает В свое время это вот круговое движение там вводили как раз для того, чтобы не было пробок И как только его, этот кружок там поставили, так сразу пробки появились Нет, это была совсем другая история Там было, потому что люди не знали, как... Реально, я сам был свидетелем, не знали, как пользуются круговыми движениями. Да потому что в Кирове нет кругового движения почти нигде. Все забыли, чем учили в автошколе. В 2008-м году внедрение кругового движения в нашем городе. Лично я этим вопросом занимался тоже. И сейчас мы одного добились. Да, трафик движения падает. Но что произошло? Ни одного происшествия. Вот мне кажется, изначально эта цель была не в том, чтобы не пробок не было, а в том, чтобы не было аварий. Снизить аварийность. Ее снизили в ноль. Так. На данный момент в ноль снизили. Отлично. Хоть что-то работает. Техническая часть еще не доработана по светофору, который на субботику. Если его привести в нормальное состояние, которым оно должно работать, отработать... А он сейчас как работает и как должен? Он работает в желтом режиме в определенную часть времени. Когда он работает уже в полном режиме, и там надо откорректировать время выезда в сторону Субботики. Там разные фазы. То есть в сторону Слободского он дольше горит зеленый. 90 секунд. У нас трафик движения транспорта в этом направлении, в районе Порошина, туда... Он возрос. Он вырос. Он вырос в разы. В разы. За последние 2-3 года он вырос в разы с учетом строительства. Юркин парк появился. Много всего появилось в той стороне. Мы вспомним 5 лет назад, что там поля были. А сейчас вы поедете, дома, дома, дома стоят. И по сути поток транспорта увеличился, а дорога шире не стала. Когда дорога шире не становится, куда транспорт одеваться? Понятно, что он весь встает в пробках. Сейчас администрация города, надеюсь, что в этом году, по крайней мере в планах 100% стоит на следующий год, это расширение вот этого участка между кольцевым движением и с выездом на Макарье туда. Вот это поворот на Субботиху. Вот этот участок собираются расширить как минимум еще на одну полосу. Потому что фактически односторонний. Там полторы машины вмещаются. Там, во-первых, очень узко, во-вторых, там заборы стоят, территории очень близко к дороге. А вот это вопрос, это же территория-то, получается, прирезанная к домам, частная территория. Как расширять? Не факт? Давайте на минутку прервемся и закончим после паузы уже. Хорошо, реклама полторы минуты. Продолжаем дневной разворот. Юрий Шлемензон, Константин Сичихин. Расширение дороги рядом с разворотным кругом. Не разворотом, а круговым движением. Поворот на Макарье после кругового движения. Расширять планируют в следующем году. Да, расширять планируют в следующем году. Но если при хороших обстоятельствах и дополнительных денежных средствах, выделенных, опять же, либо региональным, либо федеральным бюджетом, потому что обещают дополнительные субсидии, то, возможно, могут сделать и в этом году. Но, опять же, верим в лучшее, но надеемся на себя. Но помним про коронавирус. И про то, что денег нет, но вы держитесь. Поэтому в следующий год там 100% будет расширение. А в этом году Юрий Львович своими силами и вхождением в группу по безопасности дорожного движения при администрации города Кирова постарается каким-то образом решить эту проблему, связанную, опять же, с работой светофора. Скажется, что время включения, переключения светофора выносится решением городской комиссии. Вот до чего дошли. То есть не в автоматическом режиме... Слушайте, ну это же все как-то регулироваться же должно. Вообще, по идее, это все должно регулироваться в зависимости от трафика. Я тоже думал, два года назад, занявшись этим вопросом, думал, решение комиссии... Много машин так горит, мало машин по-другому горит. Оказывается, комиссия решает все и за все. В ручном режиме. У нас же нет автоматической системы управления движением в городе. Мы же не потратили на это. Мы потратили на это деньги в свое время еще в 2013 году. Время начального покорения Крыма все это. Но эта система на сегодняшний день успешно лежит на складе и не работает. А почему? А потому что она не приспособлена, как говорят, она устарела уже для города Кирова в том виде, в котором... Не актуальна стала. Хотя 100 миллионов еще при Никите Юрьевиче было выделено на автоматизацию именно зеленой полосы или как зеленой... Зеленой волны. Зеленой волны в городе Кирова. Вообще формирование трафика движения, будем так говорить. Сейчас она в CDS лежит на складе. Это вся система со всеми программным обеспечением, серверами и все вместе. Может продать ее, может быть, на запчастиках? У нас видеокамеры лежат. Ну и что? Где-то полежит. Мы вопрос этот подняли, еще год назад практически обсуждали, да. Ну, как бы ответа дословно не было сказано. Да, мы, говорит, занимаемся внедрением, но это внедрение, оно, как видите, не работает. Что-то как-то долго внедряют. Смотрите, раз уж мы начали, да, говорить... Ну, у нас нет специалистов, будем говорить так честно, в городе. А видеокамеры? Боже мой, ну ничего у нас нет, кроме системы, которая с 2013 года лежит, извините. А если говорить, опять же, про видеокамеры и про ту ситуацию, которая происходит вот со вчерашнего дня официально, да, там, про министра, про Юрия Палюхова, да, то, опять же, эти денежные средства были выделены из национального проекта по безопасной и качественным автомобильным дорогам на установку фото-видео фиксации в рамках безопасности дорожного движения. По сути, получается, в данном направлении в 2019 год мы провалили. Ну, смотрите, давайте тогда слушателям немного фабулу объясним. То есть следствие считает, что то оборудование, которое было по контракту закуплено, в итоге оказалось, не соответствовало требованиям, а работы все были техническим требованием, указанным в контракте, а работы все были оплачены, ущерб составил там что-то порядка 78 миллионов. Да, да, да. За эфиром, Константин, вы говорили, что по большому счету, вроде бы, по крайней мере, внешне это все не выглядит каким-то уголовным делом неподходящим. Не, ну, надо будет заключить экспертизу, так рассуждать, не читая заключение экспертизы. Конечно, следствие в данной ситуации разберется, так как, по сути, данное программное обеспечение устанавливала компания с Татарстана, а компания не просто там рога и копыта, а компания серьезная. Почему такая ситуация сложилась, ну, это, видать, следствию виднее на сегодняшний день, потому что, пусть даже и компания серьезная, но, видать, поставили не то, что надо, да. Как бы это всегда бывает, и мы от этого, ну, как бы... Не всегда бывает, а бывает. Не застрахован никто на сегодняшний день, особенно, когда чиновники так себя ведут. По сути, должны были отменить контракт, вот, например, как вчера же опять сделал министр Соколов, да, он вчера так успешно вечерком отменил контракт на весовые, на против весового контроля, да, так как данный контракт, опять же, и не мной уже сказано, а из официальных писем, опять же, министерства и тех жалоб, которые были поданы заинтересованными лицами по данному контракту, он был подточен под одну, под одну, под одного производителя, под одну фирму, которая производится в городе, ну, как бы данный весовой контроль производится в городе Москве. И хорошо, что этот контракт не отыграли, а то неизвестно, что бы дальше было. В том числе с министром Соколовым, извините, это не самое хорошее, конечно же. Да, поэтому молодцы, что вовремя они как бы... Среагировали. Среагировали, молодцы, что... Но среагировали по какой причине? Ну, общественность про это написала у нас. Мы про это... Потому что побоялись, что сейчас начнут интересоваться всеми контрактами, все проверяли. Мы можем многое с вами предполагать, что там происходит в их кабинетах, да, и почему они так реагируют. Но главное, среагировали. От греха подальше отменили. Да, от греха подальше отменили. И на сегодняшний день, я думаю, что они пересмотрят техническое задание, пересмотрят сумму контракта, потому что, ну, опять же, из анализа всех весовых контролев, которые устанавливаются в Российской Федерации, ну, это очень дорого, то, что опубликовали в наше министерство. Поэтому, надеюсь, что в ближайшее время весовой контроль нужен, мы про это не раз говорили. Спасение дорог. Это спасение дороги. Надеюсь, что в ближайшее время мы с вами увидим новый контракт с новым техническим заданием, и уже более качественно это все будет сделано со стороны министерства транспорта. Ну, насколько вообще может все это отодвинуться по времени сейчас? Ну, это плюс месяц, как минимум. Сроки опубликования нового... С учетом отмены, плюс новое опубликование, плюс новое техническое задание, как бы это плюс месяц примерно мы отодвигаем. Ну, 40 дней. Да, ну, и этот контракт, он был, как бы, запланирован не полностью установкой в этом году, да, там, как бы они должны были закончить все свои работы где-то в следующем году еще, да. Как бы смысл больших, там, сроки плюс-минус месяц. То есть здесь можно не торопиться? Здесь можно не торопиться. Торопиться надо, этим надо по вопросам было еще заниматься и не сегодня, и не вчера, а давно, только по той причине, что наши дороги убивают не только большой поток транспорта, но и тот транспорт, который идет с перегрузом. Мы с вами наблюдаем большие машины, которые едут переполненные, да, как это можно назвать, и они убивают наши дороги не меньше, чем и большой поток транспорта, который увеличивается на сегодняшний день. Поэтому весовой контроль, он требуется. В этом году должны установить порядка трех пунктов весового контроля на федеральной автомобильной дороге. Это уже контракт. Он должен был уже разыгран. Точно сейчас не скажу, кто подрядчик, да, но надеюсь, что в ближайшее время будет официальная информация, кто, когда и где это будет установлено. Ну вот по тому аукциону, который отменен по заточенности, понятно. По стоимости. Адекватно она, на ваш взгляд? Как-то соотносится с пунктами в других... Скажу, на мой взгляд, она неадекватна, она завышена только по той причине, что есть уже четкое понимание, как бы в этом сфере есть конкуренция. Как бы конкуренция присутствует, и есть понимание, сколько в среднем должен стоить пункт весового контроля. Все зависит от удаленности данного пункта от населенного пункта, потому что там требуется дополнительный пункт связи, ну как бы... Питание. Питание и все в этом плане, да. Но это не настолько сильно плавает по цене, там в процентном соотношении 5-10% от суммы. Вот. Поэтому, на мой взгляд... С различными затратами по вводу в связи с удаленностью. Ну понятно, да. На мой взгляд, как бы контракт, который разыгрывается на 5 пунктов весового контроля и стоит 220 миллионов рублей, ну это как минимум завышение на 10-15% по данному контракту. Ну ведь в процессе торгов-то может цена быть снижена или нет? Ну ты же автоматом не завышаешь ее, чтобы... Да, это реально. Цель-то деньги сэкономить. И ты же автоматом не прописываешь техническое задание таким образом, когда он прописан уже именно под такой весовой пункт контроля, который подходит под технические характеристики, да. Как бы это уже, во-первых, ущемление конкуренции и прав других поставщиков. Есть еще один вопрос, который вы поднимали на заседание рабочей группы, касается он обращения общества слепых, как я понимаю, там, да, речь идет... Там что-то с изменением одного из маршрутов? Обстановки остановок и остановок. Да, изменения маршрутов. Да, мы этот, как бы неоднократно они обращались, неоднократно там, я по маршруту уже, конечно, не помню. 11-11. 11-11, да, там по поводу... И улица Пугачева. Улица Пугачева по поводу того, что не хватает остановочного павильона. Мы этот вопрос... Понятно, что маршрут не изменить на сегодняшний день, но рассмотрев это обращение... Ну, там пассажиров-то не очень мало. И пассажиров не так много, но все-таки общество слепых это тоже люди на сегодняшний день. И им также требуется... Значит, тоже люди. Это люди, которым в первую очередь требуется удобная инфраструктура. Поэтому я и говорю, что мы обратились в администрацию города Кирова о том, чтобы данное обращение не осталось незамеченным. И данный остановочный павильон был сделан администрацией со всеми требованиями для маломобильных групп. Сейчас мы это обращение отправили в администрацию и будем добиваться, чтобы, ну, как бы, хотя бы не изменение маршрута, но хотя бы там остановочный павильон, там, где они просят, он появился со всеми требованиями для маломобильных групп, потому что все-таки есть новая глава администрации, которая обещала, что будет прорабатывать вопрос с остановочными павильонами, и я надеюсь, он начнет вот с этого первого остановочного павильона, его в кейсе появится, который он осуществит, в ближайшее время сделает. Скептицизм на Юрий Львович. А Юрий Львович, как депутат городской, он, конечно, этот вопрос проконтролирует, и это у него первый, очередной, самый важный вопрос. А территориально-то это... Это Ленинский район, по улице Пугачёва. Нет, я представляю, оно просто достаточно протяженно. Ну, это я так понимаю, что это где-то в районе ДК Космоса или нет? Ну, где-то в этом районе. Где-то там, вот там как раз, где общество слепых находится, там, где светофор стоит. Там пока проблемы с изменением маршрута не получается, потому что, ну, как бы у нас есть Денис Пыдлок в составе рабочей группы, он хороший эксперт по общественному транспорту, сейчас директор АТП, он сказал, что пока такой возможности нету по изменению данного маршрута. В дальнейшем этот вопрос можно будет проработать. Поэтому, как бы, пока хотя бы из двух зол, да, как бы из двух проблем хотя бы решить проблему с остановочным павильоном, а дальше уже начинаем прорабатывать с изменением маршрута. Там, потому что, ну, там, целый цикл. Непростое решение вопрос. Слушайте, вот если мы говорим про этот вопрос, я не знаю, там можно ли его задавать членам рабочих группы. 30 секунд у нас осталось. 30 секунд. Ладно, я очень прошу, займитесь, пожалуйста, лужей УДК «Космос». Но это вот просто невозможно. После каждого дождя ты едешь и видишь это море, которое годами существует. Да. Благодарим наших гостей Константин Сечихин и Юрий Шлеминзон. Первый час разворот на этом завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова